В студии Татьяна Голубева в ближайшие 15 минут. Я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных темах дня. Смотрите в выпуске. Не туды и не сюды. Сейчас пошла. Все, 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 вода кончилась. Кто напоит жителей села станция Баюнова Косихинского района? Примета лета, почему в крае в одно и то же время традиционно падает закупочная цена на молоко? Новая страница. В крае отключили аналоговый сигнал телевидения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В реках Черыж, Бея и Обь сообщили в краевом управлении МЧС. Колебания наблюдаются в реках Катунь, Ануй, Печаная и в малых водоемах предгоре Алтая. Но до критических отметок вода еще не дошла. Следующие осадки, которые могут повлиять на динамику, ожидаются 5-6 июня. Напомним, в конце мая в Алтайском крае из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реке Черыж. Дома жителей села Черыжское подтопило. Жителям помогали спасатели. А в одном из сел Косихинского района воды не могут дождаться годами. У жителей села станция Баюнова. Воды в кранах практически не бывает, а та, что иногда появляется, непригодна для питья. Предыдущая обслуживающая организация, Косихинская РКС, пыталась поменять насос в водонасосной скважине, но только сломала действующие. А теперь решать эту проблему предстоит новой компании. Такой поток из кранов в селе станции Баюнова на ближайшие три месяца. Запасают воду бутылками, бутылями, бидонами. Делать это приходится по ночам. Емкость вот тоже специально стоит под воду, чтобы набрать, чтобы если воды не будет вообще, что-то приготовить, еще что-то. Годами здесь не могут решить проблемы с водоснабжением не обслуживающие организации, не местные жители. В 2016 году мы, скинувшись улицей Привокзальной, в 14 дворов, восстановили 200 метров водопровода. Я сама бухту закупала на пласте у нас на силикатном. И, значит, восстановили водоснабжение, весь конец деревни по Привокзальной. Буквально в 2016 же году у нас ломается одна из скважин, сгорает насос. Тогда, по словам жителей, им попыталась помочь обслуживающая организация Косихинский РКС. Привезли кран, сломали крышу в насосной. Хотели достать сам насос, и тот застрял. Попытки оставили. Теперь воду качают из альтернативной скважины установкой, которая предназначена для обслуживания одной железнодорожной станции, но никак не целого села. Вот здесь, за этой дверью, находится тот самый спасительный и единственный насос. Как он помогает жильцам, вы видели сами, какой напор воды дает. Неплохо бы, на самом деле, спасти его самого. Ведь стабильно раз в год этот насос сгорает. Но старая обслуживающая организация теперь банкрот. Ответственность перешла к пришедшим на смену коммунальным системам. Представитель организации давать нам интервью отказался. Хотя ответственность лежит не только на нем, но и на руководстве Косихинского района. К сожалению, районам и лично главой района, татарникам Константин Стану, значит, эти проблемы не решаются. У них подход другой. Но раз население здесь маленькое, да, избирателей там у нас получается около 150 человек, жителей 200 человек, то, естественно, вопросы решаются в других населенных пунктах, в которых больше жителей и так далее. Грязь и ржавчина. Еще одна проблема, из-за которой жители вынуждены менять водные фильтры каждый месяц. История не такая мутная, как кажется, уверяют жители села. Выхода они видят два. Повысить тарифы, чтобы деньги на ремонт появились у коммунальщиков, либо ждать, когда проблемой наконец-то займется районная власть. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. А в Рубцовске назревает серьезный транспортный кризис. Городское предприятие оказалось на грани банкротства. Из-за тяжелого материального положения жители могут остаться без автобусных перевозок, а работники компаний без работы. По нашей информации, сокращения штата уже начались. И это несмотря на то, что еще две недели назад местные депутаты искали пути решения проблемы. Старейшее АТП в городе сейчас находится в тяжелой финансовой ситуации. Накопилось 18 миллионов долга перед налоговой инспекцией. В результате чиновники попытались договориться с налоговиками о рассрочке на три года и передать часть сооружения АТП в аренду. А уже из этих денег выплачивать долг. Ситуацию усугубило и то, что около 90% транспорта изношено. Сейчас по решению суда на предприятии введена процедура наблюдения. Назначен временный управляющий. В случае, если пути решения так и не будут найдены, имущество предприятия пойдет с молотка. А штат из 150 сотрудников окажется на улице. 23 октября состоится очередное судебное заседание, где будет уже вынесено, наверное, как бы... Суд определит следующие процедуры. Это введение либо оздоровления, либо конкурсного управления, либо конкурсное производство. На Алтае падают закупочные цены на молоко. К нам в редакцию обратились жители Михайловского района с просьбой разобраться, почему за полтора месяца стоимость литра упала на три рубля. Анастасия Драган продолжит. Три коровы и в планах закупить еще несколько. Ирина из Михайловского района, которая позвонила к нам в редакцию, объясняет, за счет денег на молоко ее семья, как и многие в селах, могут содержать скот и птицу. То есть фактически не умереть с голоду. Но новые тарифы заставляют задуматься. Резкий скачок вниз эксперты называют сезонным. Начинается он обычно в апреле. В администрации района нам рассказали, что плохо стало всем – и частникам, и фермерам. Но в прошлом году было еще хуже. Не 18, а 13 рублей за литр. Говорили в том году, говорили, много завезли сухого молока из Белоруссии. Из-за этого упала цена такая. А в этом году и даже не знаю, какая причина. Ну, а большое количество молока идет сейчас. И нет рынка сбыта. У всех они одинаково, понимаете, но как идет четко. Если упало в одного на рубль, то во всех приемщиков сразу упали. По словам Виталия Тищенко, Михайловское молоко уходит в Барнаул, Кулунду и Рубцовск. Обратившиеся к нам люди пояснили, что их сырье везут в рубцовскую компанию «Полет ласточки». Представитель фирмы сказала, что цену на молоко формирует некий завод, на который они работают, и советовала обратиться туда. Вы на заводы шлите запросы. Так на какой завод? Вы мне не говорите, на какой. Вы меня извините, я вам эту информацию не дам. Сами жители Михайловского считают эту ситуацию очередным сговором скупчиков. И по прогнозам, невыгодная цена будет действовать до октября. Напомним, краевая антимонопольная служба уже не раз доказывала нарушение закона. К примеру, в прошлом году было возбуждено дело в отношении сразу нескольких закупчиков молока, которые умышленно занижали цену. Анастасия Дороган, День с толком. Исторический момент. В крае, как и в большинстве регионов страны, началась новая эпоха телевидения. С этого дня аналоговое вещание от 20 федеральных каналов прекратилось. Перешли на цифровое вещание сегодня еще в 35 регионах страны, в их числе Томск, Новосибирск, Красноярск. Теперь жителям края будут доступны четкое изображение, чистый звук, а главное – никаких помех. Новые телевизоры автоматически перейдут на новый формат вещания. А вот чтобы смотреть программы и фильмы в цифровом качестве на старом телевизоре, необходимо подключить специальную приставку. Она продается в магазине от 1 тысячи рублей. Те, кто столкнулся с проблемами при переходе на цифровое ТВ, могут позвонить по номеру телефона 8 800 220 20 02. В Министерстве цифрового развития нам сообщили, что на горячую линию уже поступило несколько тысяч звонков. Конечно же, какие-то касаются частных вопросов, где-то не настроено оборудование, где получить материальную поддержку, если семьи относятся к малообеспеченным категориям. В принципе, мы оказываем такую помощь в размере тысячи рублей на покупку цифровой приставки и до 4,5 тысячи рублей на приобретение спутникового оборудования. Но только для тех граждан, которые проживают в зоне неуверенного приема или полного его отсутствия. Кстати, телеканал «Толк» еще продолжает выходить на аналоги в нескольких городах Алтайского края, Барнауле, Бийске, Белокурихе, Заринске, Славгороде и Кулунде. Календарь в этом году сделал детям настоящий подарок. День защиты детей выпал на субботу, поэтому, конечно же, в каждом уголке края в этот день было шумно и весело. В парке «Лесная сказка» в Барнауле виновники торжества даже совершили космическое путешествие. Праздник для них устроили сотрудники Сибирской медиагруппы. Сейчас всех попрошу закрыть ушки, потому что мы будем взрывать шарик. Готовы? Итак, мне понадобятся ножницы. Я лопну шарик и появлю настоящую бутылку газировки. На борту космического корабля был даже свой фокусник. Вместе с ним гости праздника путешествовали по вселенной детства. Также не обошлось без музыки и танцев. На сцене парка «Лесная сказка» музыкально-кореографические коллективы выступали под всеми любимые песни. Подпевали даже взрослые. На одной из остановок детей встретил король вкусняшек. Путешественники придумали для него рецепт уникального блюда. В нем были совершенно неожиданные ингредиенты. Помидор, конфеты, торт, шоколад. Секретным компонентом стала колбаса. Ее же вручали победителям. Я написал «Пицца с колбасой». А почему? Ну, потому что это всем любимый продукт – колбаса и пицца. В праздник устроила компания «Барнаульский пищевик». Спонсоры также предоставили вкусные и полезные призы – колбасные изделия, предназначенные для детского питания от трех лет. Это колбаса «Тимка», «Сосиски сказка», «Сардельки», «Детские». Приобрести специальную продукцию можно в фирменных магазинах «Мясная лавка» и других магазинах нашего города. Генеральный спонсор праздника – «Банк Восточный». О нем расскажем в следующем сюжете. Да, «Банк Восточный» в этот день действительно взял на себя роль волшебника, а в день защиты детей происходили настоящие чудеса. Учиться помогали особенным детям. Полосатый супергерой, веселые танцы и море воздушных шаров – таким сделали праздник представители «Банка Восточный». За участие в каждом конкурсе дети получали призы. Мы не только работаем с кредитами, вкладами, переводами, но также у нас есть свой фонд – фонд «Восточный». И мы помогаем ребятишкам, которым нужна наша помощь. И мы сейчас хотим вручить этот ноутбук Дарье. У Даши детский церебральный паралич, ей 10 лет, и она круглая отличница, готовится пойти в четвертый класс. Для нас это действительно окно в мир будет, потому что у меня ребенок очень много проводит времени в интернете, но он не увлекается космосом, читает книжки. Теперь мы сможем не только дома находиться, учиться, читать, но еще брать с собой ноутбук на реабилитацию. Банк «Восточный» подарил так уже более 700 ноутбуков. Акция «Окно в мир» проходит по всей стране с 2012 года. Она создана, чтобы помогать детям с ограниченными возможностями здоровья. Главная цель акции – с помощью компьютера подарить возможность учиться и развиваться. Масштабные празднования в День защиты детей устроили сразу в нескольких кварталах. Барнаула ведь лето – самое время вдоволь отдохнуть и поиграть в активные игры во дворе с друзьями. Начать день с активных игр, да еще и с супергероями – мечта любого ребенка. Несмотря на дождь, маленькие жители кварталов «Дружный», «Лазурный» и «2000» вместе с родителями приняли участие в большом празднике в честь Дня защиты детей, организованном компанией «Жилищная инициатива». Повеселиться с ростовыми куклами, побороться за приз в конкурсе рисунков, загримироваться в яркую зверушку или полакомиться стаканчиком любимого лимонада. И все это не выходя из «Очень хорошо, очень позитивно, вдохновляет, вообще классно». «Тут весело». «Тут веселье, еда, развлечения, конкурсы и все остальное постоянно проводится». «На самом деле очень нравится данного рода мероприятие, потому что на самом деле праздник для детей, для квартала, да, как бы ребятишки, в частности, и знакомятся здесь, и родители знакомятся здесь, поэтому я считаю это очень важно». Представители интересные, все время разные, ну вот супергерои, дети всегда веселятся, нравится им. Лично институт молодец, всегда проводят праздники. Праздники – дополнительный и уже традиционный бонус к комфортным условиям проживания в кварталах от компании «Жилищная инициатива», где рядом близкие и вся необходимая инфраструктура. О погоде сразу после выпуска новостей. Спонсор прогноза компании «Валара». У меня к этому часу все новости. До встречи, в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Градия. ПО ТЕЛЕФОН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok